Надо отметить, что что такое Шимуратова сегодня для Аграрного университета Санкт-Петербургского. Это региональная инновационная площадка. Мы так определились. Почему именно региональная инновационная площадка? Наука у нас может развиваться в двух направлениях. Либо через теоретическое построение моделей, либо через исследование, через империку, через практику. Мы подошли к такому рубежу, когда теоретическая модель, которая была когда-то принята, она сегодня не работает. Ну и множество теоретических моделей не работает. Поэтому мы должны развиваться как-то дальше, в большей части, наверное, через испытания, через практику. Для этого, собственно говоря, вот этот региональный инновационный кластер Шимуратова был, наверное, создан. В рамках кластера мы сегодня определились с основной задачей. Это создание новых форматов сельской жизни. Причем этот формат, он довольно-таки широкий. Это не предполагает, что там будет только аграрное производство. Аграрное производство в том числе, в этом формате. Понятно, что этот формат, он будет отличаться от общепринятых стандартов или представлений обывателей о том, как живут в деревнях. Это будут очень интересные форматы, которые охота перенять, сделать их у себя, а более того, жить так же. Это полноценный, довольно высокий уровень жизни, который можно сегодня создать в текущих условиях в России. Надо отметить, что у нас были только в рамках договоренности, мы познакомились, к нам приезжала делегация с университета, мы, соответственно, были в университете, продемонстрировали свои проекты. На сегодня, я думаю, что аграрный университет может подготовить, они готовят несколько довольно серьезных предложений для нас. А мы, соответственно, со своей стороны упаковываем наши результаты, которые мы получили в результате испытания технологии организационного характера, те же товарные талоны. И пока у нас идет процесс обмена информации. Я думаю, что обязательно, что-то на выходе будет от этого взаимодействия. Хорошо. Я знаю, что у вас проходил летом слет трезвых сил. А расскажите немножко об этом. Почему вдруг феймуратова? Ну, вот это очень интересно. Интересно с точки зрения, что мы на самом деле были в числе соорганизаторов. Мы не являлись основными организаторами. А основные организаторы – это инициативная группа ребят, которые решили создать такой конкурс. Они его сделали, они вошли в актив. И они проводят этот конкурс с определенной периодичностью. А они подошли в Уфе к нам и спросили, не хотели бы мы, чтобы на территории Шеймуратова прошел такой конкурс. Естественно, кто будет против благих намерений. Тем более, что нетрезвое силосе – бич российский. И с этим как-то нужно что-то делать. Более того, у нас есть некие такие примеры, когда мы, введя те же самые товарные талоны, на которые невозможно было приобрести алкоголь, каким-то образом повлияли на отрезвление сила. Более того, нам было интересно, какие существуют еще другие вещи, технологии, какие-то методы. Да и вообще просто, какая существует сегодня пропаганда трезвого образа жизни. Поэтому на площадке, а у нас очень хорошая площадка, на которой проходят не только такие конкурсы, как «Трезвое село», но проходят реконструкции событий 1812 года, Великой Отечественной войны в 1940-е годы, проходят различного рода фестивали, Сыбантуи. Вот на этом же месте мы собрались, собственно говоря, поговорить об отрезвлении села в России. Я бы не стал сразу же делить Россию на какие-то серьезные центры, окрашивая их какими-то национальными цветами. Да, Россия многонациональна сама по себе, но цивилизация у нас одна, русская. Я сторонник той идеи, что слово «русский» — это прилагательный. И для меня русская цивилизация является тем, пожалуй, основным вектором как и моего личного развития, так и развития моего региона, республики, в которой я проживаю. Поэтому Башкирия, она может внести довольно существенный вклад в развитие, но так же, как и, мне кажется, любые другие регионы. Поэтому особенно выделять и делать акцент на республике я бы не стал. Может быть, я что-то недопонял. Что касается вообще того, что вдруг неожиданно такие интересные идеи идут от различных национальностей в России. Тут я могу более шире сказать. Недавно мне один человек, с которым мы долго беседовали вообще о будущем России, фантазировали. Он сказал, наверное, сегодня пришла пора татар и башкир рассказывать нам о русской цивилизации. Мне кажется, мы, как носители русской цивилизации, имеем на это, наверное, право и даже какую-то моральную обязанность это делать. Потому что мы все живем на одной земле. Мы все понимаем, что у нас должно быть общее будущее. Ну, вот, собственно, эти все процессы. Вот так вот русская цивилизация сохраняется в других народах. Узнай больше на Концептуал РФ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова